В Кировском районном суде вынесен приговор 31-летнему главе транспортной фирмы за мошенничество. Мужчина обещал клиентам помочь с перевозкой машин, брал предоплату и переставал отвечать на звонки. Ущерб по делу 640 тысяч рублей. Хабаровчанин создал фирму в 2015-м. Проблемы начались двумя годами позже. По словам самого фигуранта, причиной тому послужила авария, из-за которой он попал в финансовую яму. В декабре у меня была авария. Там машину одну покорежило очень сильно. Я эти деньги, получается, из общей кассы компенсировал. А потом те клиенты, которые сейчас обратились, я их не смог увезти. То есть я пытался перекинуть, кого-то я компенсировал, а вот эти оставшиеся я не успел. Задержали мужчину прошлым летом. Тогда полицейским было известно лишь о двух жертвах. К концу расследования их оказалось 20. Заявления сыпались из разных регионов страны. Среди потерпевших – жители Комсомольска, Магадана, Якутска и еще целого ряда городов. Мошенника автолюбители находили в сети. С автовладельцами хозяин транспортно-экспедиционной фирмы заключал договор, после требовал предоплату. Потерпевшие переводили мужчине разные суммы – от 15 до 85 тысяч рублей. Больше всех потерял житель Благовещенска, которому нужно было доставить из Москвы купленную им Тойоту Тундру. Во время обыска по месту проживания задержанного изъяты оргтехника, печати компании, договоры транспортной экспедиции и другая документация. В качестве обеспечительной меры наложен арест на сотовые телефоны, бытовую технику, которые принадлежали злоумышленнику. Карта, на которую потерпевшие переводили деньги, принадлежала другу фигуранта. Клиентам директор говорил, что счет принадлежит его бухгалтеру. При общении с клиентами сообщал заведомо ложные сведения о том, что готов оказать услуги по перевозке автомобилей при условии внесения предоплаты в счет бронирования автовоза. Но при этом свои услуги исполнять не намеревался, тем самым похищал денежные средства, которые были переведены на его счет потерпевшим. Полицейские проверили счета фигуранта. Денег у него нет. Он говорил, что пытался компенсировать ущерб всем потерпевшим. По его словам, жертв было намного больше 20. Когда начались проблемы с перевозчиками, мужчина брал новые заказы, чтобы вернуть деньги старым клиентам. Долговая яма предпринимателя росла. Цель хищения денежных средств у меня не стояла. Я пытался эту ситуацию всю исправить, которая случилась в январе 2017 года. Я, те люди, хочу, вот кто 20 человек там оказалось, хочу тут хотя бы из зала сюда принести всем извинения, чтобы так случилось. Суд удовлетворил иски потерпевших и обязал мужчину вернуть жертвам деньги. Учитывая, что криминального прошлого у хабаровчанина нет, приговор 2,5 года колонии-поселения. С места происшествия Ольга Кошелева, Юлия Рябцева и Павел Рогатин.